Здоров, это ЧД! Итак, прошло уже несколько месяцев с релиза Resident Evil 8, но до сих пор, по сей день мне задают иногда вопросы, касаемо именно концовки. То есть люди чаще всего задают одни и те же вопросы. Что случилось с Розой? Сколько ей лет? Сколько лет прошло с момента, ну, с конца событий 8 резидента и финального ролика, где она уже взрослая, да, то есть сколько ей лет на этот момент? Что случилось с Итаном? Жив ли он или нет? Сейчас я вам полностью разъясню концовку, так как должно быть правильно, то, что вы на ютубе нигде не найдете, по крайней мере на русскоязычном ютубе. Итак, кто такая Роза? Роза это ребенок, который получился при зачатии между человеком и БО. В данном случае, ну, как выяснилось в восьмой части, БО это Итан, так как его тело полностью состоит из плесени. Итан переспал с Мией, а Миа считается у нас человеком, но не обычным, а который имел контакт с плесенью. Она тоже была заражена, но при этом ее вылечили до того, как ее тело полностью стало плесенью. Вылечили ее полностью уже после событий Resident Evil 7. Помните то, что вкалывал Итан Мии в Resident Evil 7? Эта вакцина оказалась неэффективна против патогена, которым была заражена Миа. Возвращаемся к Розе. Мы понимаем, что это не обычный ребенок, а ребенок, родившийся при зачатии обычного человека с человеком, зараженного плесенью, то есть Итан. Если кто-то из вас задастся вопросом, так как такое возможно? Ведь Итан это плесень. Неужели плесень может спать и размножаться с человеком? Но не стоит забывать, что тело человека, зараженное плесенью, то и самое из Resident Evil 7 или 8, тело меняется. Плесень атакует структуру ДНК человека и переписывает ее. Далее плесень создает собственную мышечную ткань, мозг и нервную систему. Простыми словами, Итан остался по функционалу таким же человеком, то есть у него есть кости, кровь и возможность размножаться как человек. Единственное отличие – его ДНК изменено. К тому же Итан был не просто заражен плесенью, у него есть своя особенность, но об этом мы поговорим в отдельном видео. Так вот, Роза получается рождается сразу необычным ребенком, ну по своему строению ДНК. Тем самым она привлекает в себе интерес матери Миранды, которая долгие годы проводила опыт над людьми при помощи плесени, чтобы получить идеально мутировшее тело, которое бы послужило в своем роде сосудом для того, чтобы воскресить умершую дочь матери Миранды, дочь Еву. Сознание дочери ее хранилось в огромном гребе, что под деревней. Так вот, Роза имела в ДНК своего тела плесень из-за отца Итана. А наличие плесени в организме человека было первостепенной задачей для Миранды, потому что человек с нормальным телом не годится для ритуала по воскрешению ее дочери. Почему не годится? Потому что для ритуала необходимо кристаллизировать тело, из которого потом Миранда воскресит свою дочь. А кристаллизировать возможно только тело, пораженное плесенью. Причем даже кристаллизированное тело не каждое подойдет для воскрешения дочери Миранды, а только то, которое имеет хорошие регенерационные показатели. Поэтому в деревне появились лорды. Мать Миранда ставила над ними эксперименты, но в отличие от других подопытных у лордов оказались более успешные мутации и более сильной регенерации. Правда, несмотря на это, у каждого лорда оказались свои дефекты, за которых они не годились, по мнению Миранды, быть сосудом для воскрешения дочери Евы. Вообще про действия Миранды в игре Resident Evil 8 и ее планы я сделаю отдельное видео. Потому что там тоже не все поняли ее замыслов. Например, многие считают, что Миранда решила избавиться от жителей деревни лишь только потому, что они перестали ей быть нужны. Но это полное заблуждение. И в отдельном видео я объясню почему. Возвращаемся к Розе. После того, как Мать Миранда кристаллизировала Розу, затем расчленила на четыре части для того, чтобы при помощи чаши гиганта опять ее оживить. Тем самым, первое, испытать регенерационные способности Розы. А второе, в случае, если регенерационные способности окажутся на нужном уровне, восстановленное тело Розы нужно срастить с грибом при помощи вот этой ванны. Дабы, чтобы тело Розы использовать как сосуд для воскрешения дочери Миранды, Евы. После того, как Миранда срастила Розу с грибом и провела ритуал, Роза приобрела новые способности. Так как, когда Мать Миранда взяла на руки Розу, она возмутилась от того, что стала терять силы. С большей долей вероятности можно утверждать, что находясь рядом с Розой, Миранда теряла свои колоссальные возможности регенерации тела, что делало ее неуязвимой и бессмертной многие годы. Почему я уверен в том, что Роза приобрела эту способность именно после ритуала? Потому что до ритуала Миранда держала Розу на руках много раз и она не теряла своих сил. Бытует, кстати, еще одно мнение по поводу того, как Мать Миранда потеряла свои силы. И вот что это за мнение. Когда Мать Миранда проткнула Итана рукой и вырвала его сердце, она облила свое тело кровью Итана, то есть кровью, зараженной плесенью. Несмотря на то, что Миранда сама состоит из плесени, все же плесень Итана и Миранды отличается примерно на полпроцента по структуре из-за того, что Миранда была заражена от гриба в деревне, а Итан от плесени, которую создала Эвелина. А Эвелину создал преступный синдикат соединения при помощи клеток дочери Миранды Евы и плесени из деревни. Поэтому та плесень, что создавалась грибом в деревне, и та, что создавала Эвелина, была разница в полпроцента. Они отличались. Немного, но отличались. Поэтому некоторые считают, что именно кровь Итана стала причиной того, что Миранда начала терять силы. Мол, под влиянием плесени Итана, которая попала на тело Миранды через кровь Итана. Но дело в том, что данная причина потери силы Миранды, она нелогична. Так как с момента, когда кровь Итана попала на Миранду, прошло довольно много часов, и Миранда не чувствовала потери сил ровно до момента, пока не взяла Розу на руки после завершения ритуала. Поэтому по-прежнему считаю, что Миранда начала терять силы именно из-за Розы. И что, находясь рядом с Розой, у Миранды замедляется процесс регенерации. Иначе бы Итан не смог ее убить из огнестрельного оружия. После битвы с Мирандой Итан взял дочь на руки. Он начал рассыпаться, что опять говорит нам о том, что в этот момент, находясь рядом с дочерью, Итан потерял возможность также к регенерации тела, как и мать Миранда. Итан и так потерял много сил для восстановления своего тела после того, как ему вырвали сердце. И после того, как Итан очнулся в повозке герцога, герцог его предупредил, что Итан может развалиться, если тот пойдет на битву с Мирандой в таком состоянии. Так что если бы Итан не пошел на битву с Мирандой, он бы по-любому смог восстановиться, ведь это особенность зараженного тела плесенью. Если тело не получает урон, то оно восстанавливается. И яркие примеры мы видели уже как и в седьмой части, только там это было чуть медленнее, потому что он только-только начал заражаться плесенью. И в восьмой части, когда ему, например, отпиливали руку, и она срасталась обратно. Итан именно из-за этого решил взорвать себя вместе с Грибом, потому что понимал, что теперь он не сможет находиться рядом с дочерью. Ведь это физически невозможно. Потому что находясь рядом с дочерью, он будет постоянно терять свои силы, возможно даже разваливаться. Да к тому же мысль о том, что он как бы не человек, а биологическое оружие, думаю тоже сделала свое дело в пользу решения взорваться. В финальном видеоконцовке игры нам показывают события, которые происходят спустя несколько лет после событий Resident Evil 8, где дочь Итана выглядит взрослой. На вид можно предположить, что ей где-то 16 лет максимум. И то, что ей максимум 16 лет, об этом нам говорит агент в конце, когда Роза садится в машину, он называет ее подростком. А подростком считается человек в среднем до 16 лет. Но неужели прошло столько лет? Зачем Capcom сделал такой финал? 16 лет. Ведь если действительно прошло столько лет, получается, что Крису уже 60 с копейками. Джилл, Клэр, Леон, они все уже постарели. Для чего Capcom сделал такой сильный скачок времени в финале игры. По сути, если следующая номерная часть начнется именно спустя 16 лет, то Capcom по факту похоронила всех культовых героев. За что фанаты Resident Evil я думаю не особо-то погладят по головке Capcom. Ну а что если в этом видео, где нам показывают уже взрослую Розу, с конца событий Резидента 8 прошло не 16-18 лет примерно, а 5-8 лет. Изначально я подумал, ведь если Роза родилась сразу особенной из-за того, что Итан был заражен плесенью при помощи Эвелины, то возможно Роза унаследовала дефект Эвелины. Это быстрое взросление и, соответственно, старение. Но вот этот файл отбрасывает данную гипотезу, потому что в данном файле указаны медицинские исследования Розы. И по этим исследованиям видно, что Роза взрослеет как обычный человек. Обратите внимание, на данном файле указан вес и рост ребенка. И судя по этим данным, это показатели примерно 6-месячного нормального ребенка. Если бы Роза родилась сразу с таким весом и ростом, то можно было бы предположить, что Роза растет в 2 раза быстрее, чем обычные дети. Но дело в том, что данные показатели медицинских исследований были сделаны 28 января 2021 года. Как раз накануне, когда Розе исполнилось полгода. Напомню, именно 2 февраля ей исполнилось полгода. Так что, исходя из этого, можно сказать, что Роза не могла так быстро повзрослеть, потому что она, по идее, растет как обычный ребенок, как обычный человек. Но значит ли это, что события финальной сцены действительно происходят спустя 16-18 лет, после событий Резидента Вулла Восьмого? И на самом деле нет, совсем не означает. И я сейчас объясню почему. Как я сказал ранее, Роза не могла бы так быстро взрослеть. Но дело в том, что в финальном видео нам показывают не Розу Уитнерс, а Еву, дочь Миранды. Ведь не стоит забывать, что Миранда провела ритуал с Розой, и он был завершен до конца. Многие подумали, что ритуал был провален или не завершен из-за вот этих самых эмоций Миранды. Когда Миранда держала Розу на руках, то неожиданно была возмущена и сбита с толку. Но она была сбита с толку не из-за того, что ритуал был провален, как многие подумали, а из-за того, что Миранда начала резко терять свои силы. Ведь Миранда не сказала, что это не ее дочь. Зато буквально за несколько секунд до этого говорила о том, что Роза теперь стала Евой. Тогда возникает логичный вопрос. Но раз это Ева, тогда почему внешне она ничуть не изменилась? А все дело в том, что ритуал подразумевает не возрождение самого тела погибшей дочери Миранды, а перемещение ее сознания из гриба, который хранил все эти годы, в тело молодой, ну, Розы, маленькой Розы. То, что Роза после ритуала не должна была измениться внешне, Миранда это прекрасно понимала. Ведь когда она достает Розу из плесени, она видит, что тело не изменилось, но тем не менее, она произносит фразу «Ева, это ты?» И она продолжает восхищенно говорить «Я так по тебе скучала». Ведь не стоит забывать, что все зараженные плесенью от гриба в деревне между собой имеют связь. И Миранда почувствовала связь с Евой, когда держала Розу в руках. И она не стала отрицать, что это не ее дочь. К тому же, есть еще один весомый факт, утверждающий, почему Роза стала Евой после ритуала. Давайте еще раз вспомним, почему Роза особенная. Роза особенная потому, что она изначально была зачата от человека обычного с человеком зараженного плесенью, то есть от Итана. Когда Мия переспала с Итаном, у них получилась Роза. И она родилась из-за этого особенная. А Итан был заражен какой плесенью? Правильно, той самой, которую создала Эвелина. А как была создана Эвелина? Правильно, из плесени и ДНК дочери матери Миранды, Евы. По факту, Роза уже родилась отчасти Евой. Так что можно с уверенностью сказать, что после ритуала Роза стала Евой. Тогда появляется логический вопрос. Почему Роза, когда подросла, относится к Итану и к Мие, как к своим родителям? Ну, раз она уже не Роза, а Ева. Ведь она держит в руках книгу, что читала и Мия в детстве. И одета в куртку Итана. Даже приехала на его могилу. Зачем Еве навещать могилу не своего отца? Если действительно Роза стала Евой. А ответ здесь очень прост. Дело в том, что когда произошел ритуал, Розе было меньше года. И по плану Миранды, она хотела перенести разум 10-летней дочери Евы в тело полугодовалого ребенка Розы. Возможно, что ритуал пошел не так, как на это рассчитывала Миранда. Хотя бы взять тот факт, что после ритуала Миранда начала терять силы. А значит, что перенос сознания Евы в тело Розы тоже пошел не так, как хотела Миранда. Хоть в теле Розы было сознание 10-летней Евы, но в силу того, что тело не было физически развито, ну потому что ей всего лишь было полгода Розе, соответственно, Роза не могла говорить. И возможно, даже думать, как 10-летний ребенок. Соответственно, по понятным причинам, если ребенка воспитывают 6 месяцев, и до момента его взросления говоришь, что твой папа и мама там Итан и Мия, то при взрослении ребенок так и будет думать. Это если вы возьмете, там, усыновите, удочерите ребенка, там, годовалого и так далее, то он, когда вырастет, будет думать, что вы родные мать и отец. К тому же, вполне логично, что после ритуала сознание Евы не вытеснило сознание Розы. И получается, что Роза растет с сознаниями двух людей. И это она могла понять только когда повзрослеет. Исходя из-за этого, можно утверждать, что после ритуала Роза однозначно приобрела дополнительные способности. Из-за того, что теперь у нее внутри сознание Евы. И в доказательство это мы видим, как рядом с Розой слабеет Миранда. Сразу после ритуала. И Итан, когда берет ее на руки, тоже слабеет. А также, когда Роза стала взрослой, она осознала, что внутри нее есть сознание Евы. Поэтому она говорит агенту в финальном видео. Я могу показать тебе то, что даже Крис ни разу не видел. И обратите внимание, что Роза резко поменялась, когда услышала имя Эвелины. Она сразу поменялась характере, как будто перед нами уже другой человек. Ведь Эвелина это всего лишь продукт испытаний, не полная версия настоящей Евы. И Еве не понравилось, когда ее называют Эвелиной. Следовательно, если в теле Розы уживается два сознания Евы и Розы после ритуала, из-за чего Роза получила способности, которые у нее не были ранее, то вполне возможно, именно после ритуала Роза стала расти и развиваться физически быстро, в отличие от нормального ребенка. И если до ритуала она росла как обычное дитя, то после него она вполне могла расти в два раза быстрее. А значит, в финальном видео, когда нам показывают взрослую Розу, данные события показаны спустя примерно 8 лет после событий Resident Evil 8. И на то указывает еще один факт. В конце, когда Роза садится в машину к агенту, тот говорит, знаешь, ты вся в него. Ну, намекая на Итана. И казалось бы, что тут такого? Ну, просто он хотел подбодрить Розу. Но дело вот в чем. На вид данному агенту максимум, ну, примерно лет 30-35. А он говорит за Итана так, как будто он лично его знал и общался с ним когда-то. Так что данная фраза подтверждает гипотезу о том, что после событий Resident Evil 8 прошло, ну, максимум лет 8. 5-8 лет. Потому что на тот момент данному агенту было бы 27 лет. И это только на год событий Resident Evil 8. А если он его знал до этого, то, скорее всего, он познакомился с Итаном после событий Resident Evil 7. И тогда этому агенту было бы примерно 24-25 лет. Но если бы с момента событий Resident Evil 8 прошло бы 16 лет, то получается, на момент конца событий Resident Evil 8 данному агенту было бы 19 лет. А на момент, когда он бы познакомился с Итаном, было бы 16-17 лет. Как вы думаете, что более правдоподобно? Все-таки агент, который познакомился с Итаном в возрасте 25 лет? Или агент, который познакомился с Итаном в возрасте 16 лет? Так что можно с уверенностью сказать, что Розе в данном видео примерно 8 лет. И она растет в два раза быстрее. Что стало следствием проведенного ритуала и приобретения способностей, из-за которых она и стала теперь быстрее взрослеть. Далее Роза и агент уезжают на машине вдаль. И в конце нам показывают, как навстречу к ним идет Итан. И многие сделали поспешные выводы, что, мол, Итан жив, он выжил и так далее. Что абсолютно категорически неверно. Вас не смущает, что спустя примерно, пусть даже 8 лет, Итан идет в той же самой одежде, когда в последний раз видел свою дочь Розу? Без куртки, с перебинтованными пальцами. Он что, 8 лет не менял бинты и не стирал одежду? Тогда как объяснить появление Итана в конце этого видео? Да все очень просто. Вспомните фразу Миранды, когда та вырывала сердце у Итана. Мегамицели будет помнить тебя. Еще она сказала, помнишь Эвелину и ее власть над плесенью. Роза ее совершенное воплощение, давая понять, что Роза умеет то, что умела Эвелина, а после ритуала Роза стала уметь еще больше. В Розу поместили не только сознание Евы, но теперь у нее появилась связь с Грибом из деревни. Ну, на тот момент, пока еще Гриб был жив. А значит, все, что помнил Гриб, теперь помнит и Роза. А также у Розы появилась возможность, как у Гриба, запоминать сознание всех, с кем контактировала. В последний раз у Розы была связь с Итаном, именно когда тот остался без куртки, потому что он ей укрыл Розу. А после Итан подорвался, ну, взорвал себя и Гриб в финальной сцене. Поэтому Роза его запомнила таким, каким Итан был жив в последний раз. И это мы видим в финальном видео. Тут Итан выглядит точно так же, как перед взрывом, без куртки и с перебинтованными пальцами окровавленными. Иными словами, теперь сознание Итана хранится у Розы. Как когда-то Гриб в деревне мог хранить сознание той же Евы. Ведь Роза теперь совершенное воплощение Эвелины. И может то, что могла делать Эвелиной даже больше. Помните слова Розы, когда она была у могилы отца? Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Но ты и так все знаешь. Это было не крылатое выражение по типу «Умерший за нами наблюдает после смерти». А то, что сознание Итана все еще живет и оно хранится в Розе. Как когда-то Гриб хранил сознание остальных обитателей деревни. Ведь Роза – это совершенное воплощение Эвелины. А Эвелина – это и есть Ева. Субтитры создавал DimaTorzok